Говорит и показывает Витебск. Эти слова прямо сейчас звучат на сцене летнего амфитеатра в городе на Западной Двине. В 32-й раз фестиваль искусств «Славянский базар» звучит на весь мир доброй мелодии, собирая гостей со всей планеты. Главное событие музыкального лета в этом году примет свыше 5000 артистов из 35 стран. И география крупнейшего в Европе песенного форма долгожителя на постсоветском пространстве, вопреки непростой обстановке в мире, с каждым годом только растет. Как и его главный посыл, через искусство к миру и взаимопониманию наполняется новым смыслом. Дружба народов, славянское единство – фундаментальные ценности, которые нельзя потерять. Форум только открывается, но фестивальная жизнь в Витебске кипит. На «Аллее звезд» сегодня зажглась новая именная звезда заслуженной артистки Беларуси Елены Спиридович. Поздравляем! Сегодня и второй день детского музыкального конкурса. Наша София Рустамова вышла на сцену по третьим номерам, и ей не было равных. Впрочем, обо всем по порядку. И в деталях из самого сердца фестивальной столицы расскажет наш корреспондент Ольга Масловская. Ольга, добрый вечер. Ждем последние новости. Добрый вечер, Минск. На Двитебском прозвучали фестивальные позывные. 32-й славянский базар уже пишет свою историю. В эти минуты на главной фестивальной площадке в летнем амфитеатре идет грандиозный гала-концерт церемонии открытия. Перед самой лучшей публикой выступят Лев Лещенко, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Дмитрий Харатьян, Руслана Лехно, Анатолий Ермоленко и ансамбль «Сябры». Витебск будет подпевать любимым исполнителям до глубокой ночи. А сейчас я предлагаю вспомнить самые яркие события этого дня. В эти дни все дороги ведут в Витебск. 5 тысяч артистов из 35 стран мира купили билеты в фестивальную столицу, чтобы стать частью яркого и всегда неповторимого праздника. Самые преданные поклонники славянского базара знают расписание звездных поездов и встречают любимых артистов на перроне. Сегодня в 8 утра первые автографы оставили участники гала-концерта открытия. От печали до радости. Как вы себя чувствуете? Да нормально. Хорошо, хорошо. Рады ли быть здесь на славянском базаре? Очень рады. Вы были не афишированы в гости, честно. Да? Почему? Вас держали как дорогой подарок. Ладно, до встречи. До встречи. Виталий, здравствуйте. Доброе утро. Виталий на Белорусской земле. Вы что-то как-то... Ну, во-первых, хорошо, что это происходит каждый год, потому что это сближает наши народы. И это очень здорово. 35 стран сегодня у нас здесь объединились. Потрясающе. Здорово. Я просто счастлив и горд, что я сегодня принимаю такое участие в этом замечательном концерте. Новостей из фестивального Витебска ждут на всех континентах. В этом году без малого пять сотен журналистов и впервые блогеров, аккредитованные на форуме искусств. Сегодня начал работу Международный пресс-центр. Он станет местом проведения звездных встреч и круглосуточной работы репортеров. Мы транслируемся на главном хостинге телевизионном нашей страны. Это, конечно же, Белтель радиокомпания, которая выпускает и прямые трансляции, и наш конкурс на Беларусь-3, и наши официальные церемонии с летнего амфитеатра на Беларусь-1. Но необходимо сказать, что, конечно же, и телекомпания «Мир», и ВГТРК, российское телевидение нас показывает, а также мы интересны по всему миру, и как раз-таки это свидетельствует о больших просмотрах в сети интернет. Звезда зажглась. Тысячи заголовков разлетелись из Витебска, разрешив главную интригу дня. Специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию удостоена заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович. Бессменная ведущая «Славянского базара» сегодня принимает поздравления. Приглашаю всех представителей прессы для пресс-подхода. Я счастлива как никогда. Для меня вот каждый «Славянский базар» – это большое счастье, когда он начинается, и это мечта об открытии нового, когда он заканчивается. А сегодня, я думаю про то, что этот день, он какой-то судьбоносный в моей жизни. И, наверное, я буду вспоминать не то что каждую минуту, а каждую секунду этого дня. А эти юные артисты пока только мечтают дотянуться до звезды и верят, что витебская сцена им обязательно в этом поможет. Второй конкурсный день детского вокального состязания. Наша София Рустамова волею жребия вышла на сцену под номером три. Максимальные 70 баллов от жюри и овации публики. А-а-а! Нет! Я выложилась именно сегодня на все 100 баллов. Если вчера меня хоть что-то, капелька не устроила, как я исполнила свою песню, то в этот раз я выложилась на все 100, и меня все очень порадовало, я счастлива. Все-таки жюри, как мне показалось, очень честные и объективные, поэтому действительно я заслужила эти 70 баллов. Кто-то цепляет своим артистизмом, кто-то безукоризненной техникой. Работает целая команда педагогов, организаторов для того, чтобы каждый ребенок в эти три минутки выложил буквально всю свою палитру. Фестивальный Витебск оставляет неизгладимые впечатления. Концерты, театральные встречи, уличные перформансы. Сегодня ожил город мастеров. На ярмарку народных талантов в Витебск приехали умельцы из всех областей страны. А еще гости из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Вологды, Воронежа, Москвы, Смоленска и Тольятти. Настоящий карнавал устроили участники феста на семи ветрах. Уличные артисты и музыканты собирают не меньше зрителей, чем звезды эстрады. Потому что славянский базар – праздник для каждого. Ольга Масловская, Лидия Заблотская, Марина Романовская и Михаил Христофоров. Агентство теленовостей. Удивительная атмосфера праздника. Единство всегда поддерживалось в Беларуси на самом высоком уровне. По традиции, участие в церемонии открытия фестиваля сегодня принимает президент. В эти минуты наши корреспонденты работают в летнем амфитеатре. И все подробности мы планируем показать несколько позже в Панораме. А в 22 часа на Беларуси 1 и Беларуси 24 смотрите церемонию открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова